здравствуйте дорогие извиняюсь что у нас в прошлых днях я вообще ничего не выставляла получается у нас сейчас четверга я и с мой муж и вся семья и мы вечно разъезжались в четверг мы были на концерты в пятницу мы были в гостях в субботу мы были в лесу вчера мы ездили еще в тир-парк называется это где ну как типа зоопарка встречалась подружкой там участвовать эти четыре дня мы были в разъезде у меня не было дома не было возможности никаких видео вам выставить ну и заранее конечно это было не запланировано все это было вот именно так спонтан было это что просто сегодня позвонили поехали в гости вот тогда это бывает такое тоже и поэтому я не подготовилась к этому выходном что что-то выставить заранее чтобы было просто были просмотры ну вот я извиняюсь за то что меня два дня не видно было сегодня я выставляю видео и все что я выходные снимала что где смогла успеть заснять я конечно выставлю на этой неделе я извиняюсь за свой вид я голову не мыла сегодня вот такая выглядит когда голову не мы то у меня очень тонкие волосы быстро он прилет к моей голове прикладывается поэтому какие планы на этой неделе у меня сегодня я сейчас я не мыла голову потому что я сейчас поеду забирать детей уже и с садика и поедем сразу в бассейн я два раза в неделю езжу с ними бассейн и они там могут на три часа развлекаться купаться учусь учу моего малого малого конечно плавать он уже ходил на курсы плавания он умеет плавать но надо дальше учить дальше смотреть чтобы она тренировался чтоб не забыл вот кто меня еще спрашивать недавно буду я делать другой сайт то что по теме того что в россии закроют youtube я еще насчет этого даже не задумывалась если честно я не хотела бы открывать другой сайт так как вот именно я почти 2 2 месяца на youtube потратила что как-то что-то там разобраться как это делается все до чтоб что-то опять другой стране какой-то сайт открывает там опять дополнительно что-то делать я скорее всего это не справлюсь так как я вообще не успеваю даже свой приватный facebook instagram вообще не успела пока еще сделать да просто все сейчас внимание в интернете идет на youtube честно не знаю как будет дальше и я вообще надеюсь что youtube не закроют большая надежда на это но вот я остаюсь при youtube и и на данный момент я не собираюсь идти какие-то соседние странички открывать так как вот именно для этого тоже нужно будет отдельное время и не только что отдельное время и надо этот же оформлять все это не просто открыл страничку выставил видео да и там там же это все надо официально делать надо все здесь германии все все декларировать и показывать и я уже танцую на трех свадьбах я уже на шите все показываю я уже на танцах все надо мне показывать мне уже youtube нужно показывать городу поэтому еще четвертый уже будет несерьезно они меня просто не поймут поэтому я думаю что я останусь только при ютюбе и надеюсь вы будете дальше меня поддерживать и надеюсь все будет по старому все останется как есть я знаю что там металлизации нету но это не страшно так как это вот именно для меня хобби это насчет заработка мне вот именно в ютюбе это просто люксус вот поэтому извиняюсь что если кого-то может обижу что я я вот именно я рада что все из россии меня смотрят и надеюсь его останется при мне надеюсь youtube не закроется ну вот сейчас я хотела рассказать нам задание в детском садике дали да мой муж так смеялся надо мной нам надо на ребенка у меня же два ребенка в одной группе на ребенка 6 яиц сделать у нас же скоро паска и родители должны приготовить заранее 6 яичек нужно приготовить их выдуть когда как доме мне сказал ты слышал уже что на 6 яиц дуть только тебе не 6 тебе на 12 дуть потому что у тебя довольно детей там я говорю я вообще это что-то он надо мной прикалывается так что ты уже дула яйца я говорю я еще вообще не умею это делать вообще никогда это не делала да извиняюсь ну вот я не знаю вообще как делать у меня здесь яйца лежат и уже смотрела даже на ютюбе как это делается взяла такую вот подскажите может вы подскажите как это делать я вообще не в жизни никогда яйца не дула им нужно скорее всего эти яйца для того дуть чтоб они сначала их помоют для чего их дуть для того что в садике наверное будут разукрашивать обклеивать что-нибудь и чтобы развешивать ну вот придумали такую ерунду а родители заморачиваются поэтому вообще прикол ну вот сейчас я полдня уже шила сейчас конечно я очень сконцентрируюсь на одно платье в америку мне нужно его приготовить и очень-очень сконцентрироваться так что мне без отвлечения ну чтоб не отвлекалось все там не такое легкое так как я примерку вообще не могу делать мне надо вот именно по сантиметрам все делать и это не так легко сегодня уже хорошо продвинулась надеюсь все будет готово вот так что последние дни снимала я вам обязательно покажу ну вот ну вот друзья я уже 4 выдула смотрите я забиваю такое гвоздик не гвоздик яичко потом пытаю расколупить хотя бы чуть-чуть отверстие побольше серьезно тяжело если делать вообще тоненькое отверстие вообще невозможно подавать вот ковыриваю слегка отверстие ну вот хотел еще рассказать что у нас вообще сейчас еще к этому видео прикуплю закупку на этой неделе что я сейчас закупилась на недельку ну вот что еще рассказать хотела вам сейчас мой муж уже смотрит новую машину горит этим потому что моя любимая машина сейчас на данный момент стоит потому что бензин бешеные деньги сейчас германии так как мы пытаемся без российского газа выжить но это конечно мы все сами оплачиваем и газ в прошлой неделе было 220 и сейчас мы у нас две машины одна машина дизельная а другая машина у нас полу бензиновая полуэлектрическая и поэтому мы сейчас ездим в основном на этой электрической машине так как вот именно экономнее выходит чем дизельная он моя любимая машина дизельная конечно в этот момент стоит и задумка уже идет ее продать и купить машину электрическую чисто вот это единственная возможность как можно обойти этот дизель скандал ну вот продолжаем следующее яйцо сейчас буду делать себе жарить яичницу ну вот значит дизель да у нас дизель дорогой 220 и поэтому машина вторая стоит и пытаемся ездить на электрическое мой муж загорелся сейчас купить электрическую машину и конечно тогда мы будем независимы для этого нужно поставить конечно здесь под зарядку возле дома для машины и сейчас он этим интенсивно занимается что ищет конечно вот это называется волбокс чтобы звать электрика чтобы поставить вот эту электрическую устройство чтоб машину заряжать конечно сейчас запрос такого устройства конечно на данный момент очень высоко стоит германии и на данный момент нельзя найти так быстро его невозможно просто найти так быстро его сейчас ездим на одной машине так плывает вот следующее яйцо ну вот друзья глаза боятся руки делают сделала сейчас 6 яичек на часть на следующий неделе надо сдавать на этой неделе придется два раза омлетик делать также у нас проблемы я сейчас покажу это как мы закупались на этой неделе какие проблемки были обязательно увидите в этом видео закупочном я с вами прощаюсь оставайтесь на моем канале не забывайте меня пока пока здравствуйте дорогие друзья сейчас я хотела вам показать что я на сегодня на выходной закупилась маленькую закупку сделала это нормально где-то на неделю даже но сегодня допустим закупалась даже на хранение на дольше сейчас германии кстати дефицит муки пришлось мне вот от натуры брать больше простая мука уже ее нету так как мука поставки мне сказали что поставляют из украины и поэтому муки просто сейчас не приходит и дефицит муки так как я на простой муке очень редко кушать готовлю я только вот или пиццу или особенные такие вещи тортики всегда только вайцин беру а в основе беру полба динкель мель называется наверно полба правильно назовусь и вот этим мы спасаемся я блинчики готовлю динкелем я все подряд что вот именно готовлю в основе из этой из этой муки ну динкель полбой муки проблем нету так вот вайцин проблемы есть закупилась просто и соль всегда соль пробую сейчас посмотрю что вообще отдала закупка вообще была на все вот это все 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 я закупилась сейчас видике закупилась 67 40 это ушки чистить носик мыть деткам когда они сопливые помогает вот эта мука здесь сахар тоже уже простой сахара тоже нету и пришлось такое брать но я сахаром сейчас на данный момент если честно мы пользуемся вот этим сахаром писать и это я только купила что если какую-то выпечку делать или блинчики добавляю а так самое мы пользуемся сейчас на данном вот для от кофе и чая мы пользуемся вот этим сахаром этого сахара миллион еще есть вот такой легкий сахар нету мясном я была купила нарезку в основном окорока и чуть-чуть колбаски и плюс еще фарш тут и грильное мясо здесь мой любимый кофе кару беру тоже купила пока у меня еще есть но на всякий случай и этого не будет потом паприка рис тоже рис уже маловато стоит 30 нету тоже но у нас хранится он хорошо внизу у нас есть специальная комната где все хранится колбаса в основном нарезку делаю или вот на салате которые уже показывала делаю колбаса салат с огурцами тоже у нас очень быстро уходит помимо того что хлеб есть колбаса это отдельно уходит еще это шпай заквак это творог он не черный из простые йогурты последнее время у нас просто и уход хорошо и йогурты сладкие деткам или кто хочет сладкий быстренько это йогурт новый напиток просто жидкий йогурт дети пьют с удовольствием молоко 4 упаковки я купила в это разы тут 23 до 20 годные марта запасного идет такая у меня тоже по 4 сметана сливки всегда на соусы беру томатики простые любимый сыр моего сына последние дни уходят быстро огурчик большой это пиньен кедровый орех что ли пиньен керни да это сыр бри белый шимель но он очень вкусно ими запекать просто сверху на курочку положить и запечь в духовке к салатику отлично это мантиго сыр это испанский сыр такой нарезку делать можно тоже сами микин любимый тостер динкель тоже полба вот это единственный тост который он он же аллергик на вот белый хлеб на пшеницу единственное что вот ему пойдет вот это до 100 процентов динкель здесь и даже здесь стоит на ту скоро это самый типа что здоровые да а у нас есть скала где вот именно смотреть что самые здоровые допустим на здесь кау такие есть на хлебных вещах мне писали насчет есть очень много который хлеб которого час кстати где этот хлеб а вот он есть очень многое здесь деле который глютен фри да вот и от едики глютен фрайда на чистом майсе здесь на чистом майсе я смотрю всегда на состав продуктов для состав продуктов смотрите если меньше вот если маленьком но вот одна самая главная строчка здесь вот она и все майс это получается вот кукуруза кукуруза мука кукуруза манка кукуруза мука и соль и все больше ничего нету тогда я смогу взять это ребенку дать а если берешь хлеб вот такой тостер допустим глютен фрай там столько много искусственных добавок то не знаешь что ребенка можно отправить поэтому я не верю все что вот это глютен фрай там всякого в химии добавлено что опасно тоже кормить поэтому лучше я вот спасаясь этим динкелем и и вот и иногда вот даю такой сухой хлеб тоже с собой детский садик тоже вот этим помогают да как только начну саму пить выпечку из этой муки белой делать да то уже ему конечно ему плохо становится от этой руки ну мармелад земляничные клубника и малинка с ежевикой мармеладик всегда мы на фрешке заложим на сыр сливочный так это пакетики мусорные по 50 центов были ватки чтобы мыть посуду быстро меня тут целый пучок баня банан у нас еще бананки есть но они уже поспели эти зеленоватые чтобы время пользуемся мы всегда на столе у нас лежат такие пакеты пюхеры я покажу сейчас вот так они стоят не всегда все видите детки берут и выхватывают нос протирают или рот вытирают когда кушают поэтому у нас вот эти бумаги кстати очень хорошие от эдики вот это gut und günstig они очень плотные и очень хорошенькие в алде они вообще тонкие нечего быстро рубутся а вот эти хорошие вот эти кстати от этой марки фроста да самые вкусные даже лучше чем игло капитан игло это марочные получается а вот этот просто лучше и они дешевле намного вкуснее дети любят их и от этой фирмы такой рыбка панирт яйца две поковки теперь шпинат мы сейчас сегодня будем опять зеленый соус делать детям и такая петрушечка тоже нарезана уже тоже соусы уходит или куда нарезать и вот это у нас как макресса тоже я на и на яичко на всегда или на хлеб ложу ну вот такая закупочка маленькая пометовое что здесь фрукты у нас яблоки еще коробка есть внизу уже кончаются скоро и он сколько апельсинов еще прикупила витаминчики ну вот такая закупочка у нас маленькая показала быстренько друзья хотела с вами поделиться маленьким лайфхаком я не знаю что лайфхак нет но я сама сделала так очень вкусно получается творог простой оттовка не творог и йогурт я добавила это ванильный вкус я добавила слегка сюда и размешала и очень вкусно получается тут уже добавлен сахар поэтому я сахар не добавляла уже сюда но кому не сладко можете еще сахар добавить сюда но очень вкусно такой нежный получился творог сейчас буду блинчики готовить и буду заворачивать этот урок кто еще не знал очень-очень вкусно получается с йогуртом когда ты снова ешьте наossар не допустим не дуэр не дуэр не допустим не дуэр Продолжение следует...